Недавно мы посетили творческий вечер, посвященный открытию в Москве первого инклюзивного кафе «Разные зерна», где будут работать взрослые люди с аутизмом и другими особенностями развития. А почему первое? Рядом с ним нечто подобное. Есть на Тверская 15. Скорее всего, имеется уникальность по какому-то параметру, и это использовать можно для пиара. Рассмотрим проект с точки зрения реалистичности и безопасности. Предвижу вопрос со стороны обывателя человека со стороны. Какой дебил пойдет кушать в кафе, где работают клинические идиоты? И далее бредовые фантазии про то, как отравят или обольют кипятком сумасшедшие работники кафе. В общепите очень много простой работы, например, что-то носить, что-то мыть, что-то чистить, которую вполне может выполнять человек с инвалидностью, в том числе и инвалидностью по психике. У меня вторая группа инвалидности – пенсифлопатия. Я в Магадане работала в обычном неинклюзивном кафе посудомойкой, но меня уволили, так как я медленно все делаю. Но я довольно просто объедалась недоеденными остатками экзотических блюд. А вообще-то в общепите работает много мигрантов из Средней Азии. Они плохо говорят по-русски, это люди другой культуры, и как раз мигранты, а не инвалиды по психике, могут быть опасны. Но это никого не волнует, как ни странно. Вдруг этот мигрант у себя на родине завербован запрещенной террористической организацией. И ему кто-то позвонит на мобильник и на непонятном языке расскажет, как с помощью обыкновенного гадового баллона на кухне устроить большой хлопок с разрушениями и жертвами. Раз с работой может справиться житель какого-нибудь горного аула, который ничего кроме лопаты в руках не держал, то тем более справится социально реабилитированный инвалид, хоть с синдромом Дауна, хоть с аутизмом. Я подозреваю, что там будет обслуживаемое трудоустройство, по аналогии с обслуживаемым проживанием. То есть будет социальный работник, который будет организовывать рабочий процесс для особенных сотрудников. Итого, мы считаем, что проект реалистичный и безопасный, и возможно даже имеются аналогичные проекты, с которыми можно обменяться опытом. Следующая тема. Зачем все это нужно? Предвижу вопрос от обывателя. Во-первых, кафе и рестораны сейчас повсеместно и в большом количестве. Зачем еще одно? И второй вопрос аналогичный. Такое кафе будет неконкурентно способно, так как рабочие места для особенных людей дороже, как минимум, на зарплату соцработника. Следовательно, и продукция будет дороже. Но в кафе это же не только еда, но и клубное пространство. Для культурных мероприятий классический вариант. Заведение договаривается с музыкантами, которые выступают в кафе, и люди идут не жрать, а слушать любимых музыкантов, ну а попутно покупают напитки и вкусняшки. Ну вообще-то в кафе очень много чего делается. Это и доставка обедов в офисы, это и корпоративы, свадьбы, поминки и дни рождения. Инвалиды, а точнее люди с особенностями по медицинским и анатомическим параметрам, и члены их семей, и сопровождающие их соцработники, это полноценная субкультура. Они обладают всеми признаками субкультуры. Например, байкеры фанатеют от всего, что связано с мотоциклами, так и инвалиды-колясочники фанатеют от того, что связано с инвалидными колясками. Субкультура – это часть культуры общества, отличающаяся от большинства интересами, одеждой, поведением, короче, всем, чем только можно отличаться и выделяться. Ну, на самом деле, инвалиды – это несколько взаимосовместимых, дружественных субкультур. Вот колясочники – отдельная субкультура, пара спортсмены – отдельная субкультура, слепые и незрячие – отдельная субкультура. Но эти субкультуры между собой дружат. Причем именно социально реабилитированные инвалиды. Если инвалид просто сидит у себя дома, получает пенсию, смотрит телевизор, где-то на балконе у него валяется и пылится инвалидная коляска, которой он не пользуется, это стандартный нормотипичный телепузик. К субкультурам инвалидов он не относится. Таким образом, инклюзивное кафе было бы успешным, если бы стало местом тематических мероприятий и совместных проектов. Кафе было бы более удобно, чем ССО, потому что кафе может работать вечером и даже ночью. Некоторым людям именно такое время удобно. А ССО работает только днем, и там много разных ограничений. Например, нельзя громкую музыку. Ну и немного конкретики. От себя предложим несколько проектов, которые успешно работают в других неинклюзивных кафе и антикафе. Ну вот первое. Встреча с вип-персонами. Приглашаем какого-нибудь спортсмена-параолимпийца, врача, психолога, реабилитолога, соцработника. Он что-то рассказывает, продает свои книжки с автографами. И это интересно. Второе. Музыкальный вечер с танцами. Приглашаем творческий коллектив. Сдвигаем столы в угол. Танцуют все. Кто-то на ногах, кто-то на инвалидной коляске. Третье. Настольные игры. Сейчас это модно. В каждом инвалидном клубе при ЦСО играют в настольные игры. Можно даже устроить соревнования по настольным играм. Четвертое. Так называемый промышленный туризм. Выдаем всем белые халаты и косынки, ведем на кухню, рассказываем, как готовится, какое блюдо. Пятое. Сопровождаемое трудоустройство. Нанимаем соцработника, который поможет людям с особенностями выполнять простую, но нужную работу. Кафе – это не только кухня, но и, например, подготовка зала к тематическому мероприятию. Так что разная работа найдется для разных людей. Шестое. Клуб знакомств. Наша любимая тема – клуб знакомств. Так как мы семьеведы-любители. Взрослые люди с инвалидностью тоже должны обустраивать личную жизнь и создавать семьи. Когда поживая мамочка живет со взрослым ребенком, это очень токсичная ячейка общества. Например, лично я бы постарался устраивать мероприятия, на которых ментальники общались бы с опорно-двигательными инвалидами. Здесь возникают условия для дрожжбы. Ментальник помогает опорно-двигательному себя обслуживать. Опорно-двигательный помогает ментальнику делать что-то интеллектуальное. У меня подруга с шизофренией вышла замуж за полностью парализованного мальчика со спинальной амбиотрофией Гоффмана. Со стороны их семья выглядит как гадючник. Но они 10 лет в браке и все устраивает. Наша семья тоже не всем нравится. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. Седьмое. Сбыт продукции из инклюзивных мастерских. Всякая керамика, вышивка может использоваться для оформления зала. С возможностью для посетителей ее купить. Такая практика очень распространена у скульпторов, художников и прочих творческих людей, которые первым делом стараются открыть свой ресторанчик как раз для этих целей. Ну и теперь самое грустное. О проблемах, из-за которых этот хороший проект может накрыться, так и не открывшись. Самая главная проблема – это конкуренция. Причем конкуренция не только с общепитом, то есть с другими ресторанами, кафешками и клубами, но и с организациями, которые занимаются социальной реабилитацией инвалидов. Подготовите вы интересные мероприятия, а никто не придет. Все, кто обычно к вам ходит, уехали на экскурсию. Вторая проблема, очень типичная для некоммерческих и общественных организаций – это высокомотивированные, но низкоквалифицированные сотрудники. Например, если человек никогда не занимался ресторанным бизнесом, он не сможет не то что кафе для особенных людей содержать, у него даже обычное кафе очень быстро обанкротится. Поэтому и существует некоммерческое партнерство, например, договориться с успешным рестораном, чтобы там периодически проводить свои проекты, ресторану, пиар, вам помещение. Причем помещение уже подготовленное для тематических развлекательных мероприятий и готовая кухня. И третья проблема, очень распространенная в общественных организациях – это ориентация на узкий круг людей. Лично нам было бы очень интересно посетить это кафе, если оно откроется. Мы как раз тематическая клиентура для них. Жена-инвалид с детства, муж-сопровождающий. Причем я ментальник, и у меня энцефалопатия смешанного генеза. Ну вот организации, подобному этому открывающемуся кафе, они уникальны и интересны сами по себе. Ну в общем-то вот и все, что мы хотели сказать по этому поводу. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok